Добро пожаловать на Мировое влияние. Сегодня в передаче мы поговорим о шторме. Мы бросим вам вызов. Вы рождены для шторма. Поколение Z, которое скоро займет свое место в мире, жило в шторме всю жизнь. Бог снимет посреди шторма, и он с вами. Пусть ваш шторм станет платформой для провозглашения о благодати и доброте Бога среди испытаний. Если вы попали в житейский шторм, то напишите мне, зайдя на сайт. Зайдите на этот сайт и расскажите мне о себе и о том, что у вас стряслось. Мы помолимся о том, чтобы Иисус стал вашим якорем и помог вам пройти сквозь бурю в силе и благодати. Оставайтесь с нами, и через минуту мы поговорим о крупных штормах в Библии, о том, как один человек стал лидером среди шторма. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мы поговорим в нашей передаче о шторме и о том, что вы рождены для шторма. Давайте читать Библию. Мы прочитаем о святом апостоле Павле, о том, как Бог провел его через шторм. А пока давайте прочтем отрывок из книги Исаии и притчей. Исаия 43, глава. Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя Иаков и и устроивший тебя Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобой. Через реки ли они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься. И пламя не опалит себя. Когда страна пребывает в беспорядке, то у каждого есть план, как исправить положение. Но стране нужен разумный руководитель, чтобы кривое сделать прямым. Как я говорил вначале, наш мир переживает различные потрясения. Я не имею в виду потрясения от СМИ, я говорю о потрясениях от нашего Господа. Он учит нас в Библии, что этот мир движется к своей цели, и мы передвигаемся из точки А в точку Б. Точка Б — это новые небеса и земля. Сейчас мы находимся в процессе благословенного пути. Сейчас Создатель призывает новое поколение служить Ему, и оно готово. Иисус говорил о нашем последнем времени. Будут сильные землетрясения, голод и эпидемии в разных местах, будут ужасные события, и явятся великие знамения на небе. На Солнце, Луне и звездах появятся знамения, а на Земле народы будут в трепетях и отчаянии от рева морских волн. Они ослабнут от страха перед бедствиями, надвигающимися на мир, и небесные тела поколеблются. Иисус продолжает говорить об этом у Матфея. Он описывает последние дни, шторм в конце этого мира. Евангелие о Царстве будет возвещено в мире как свидетельство для всех народов, и потом будет конец. Таким образом, Божье Слово исполнится даже посреди бури последнего времени. Я верю, что мы с вами являемся частью поколения, которое рождено для шторма. Я верю, что это относится и к новым поколениям, включая поколение Z, представители которого родились после 95-го года. Во многих отношениях их жизнь является серией штормов последнего времени. Они были рождены в шторме, и я верю, что они были рождены для него. Предлагаю вам поразмышлять о поколении Z и о том шторме, в котором они живут уже сейчас. Все существование этого поколения прошло в тени падающих башен мегаполиса Нью-Йорка. За 10 лет 21 тысяча человек стали жертвами террора. Шесть лет назад его жертвами стали 44 тысячи человек в мире. Согласно недавнему исследованию, 75% поколения Z заявили, что массовые перестрелки — это источник стресса. Его представители были очевидцами этого каждый день. В годы их жизни перестрелки проходили ежедневно. 11 таких перестрелок зарегистрированы 5 лет назад. За 20 лет более 180 случаев стрельбы в школах произошли в 43 штатах США. Каждый день это поколение проживало в тени ужаса перед террором. Эти ребята оказались в шторме ужаса. Во-вторых, шторм — это стихийное бедствие о судьбе этих ребят. С 2000 по 2012 год бедствия принесли убытков на сумму более полтора миллиарда долларов. 2017 год стал самым разрушительным и опустошающим в истории Соединенных Штатов. За год произошло 16 бедствий, и ущерб оценивается в 360 миллиардов. Таким образом, поколение Z жило в таком мире с самого рождения. В мире голода, в мире бедствий и в мире эпидемий. Вот список эпидемий, начиная с 2003 года. Атипичная пневмония, вирус свиного гриппа, распространение от туберкулеза, которое унесло жизни 2 миллионов. В 2013 год распространение эболы. В 2016 год вирус Зика. В том году наблюдалось большое число заражений в коре. В этом году распространился страшный коронавирус, напугавший весь мир. Все это указывает на рождение этого молодого поколения во время шторма и на его рождение для шторма. В этом выпуске я хочу поговорить о человеке, который среди шторма показал себя сильным лидером. Я верю, что он был рожден для шторма. Находясь в буре, он сделал ее своей платформой для победы. Мы посвятим несколько минут книге деяний и истории апостола Павла, который пережил страшный шторм. Посреди бури Бог сохранил апостола Павла и сделал его сильным и смелым лидером из обычного заключенного. Мы посмотрим на качества Павла, которые он проявил посреди бури. Они нужны нам. Они помогут и нам выжить и сделать шторм ступенями к успеху в Боге. Вот первое качество, которое проявил Павел во время путешествия, начатого в Кесаре и закончившегося в Риме. Корабль направлялся к Мальте. Первое качество — это прозорливость. Я вижу, что наше путешествие будет сопряжено с большой опасностью и тяжелым ущербом не только для груза и корабля, но и для жизни. Лидеры видят то, что не видят остальные. Они способны понимать время и узнать, что именно нужно предпринять в такие решающие периоды. В 27-й главе Павел был узником на корабле, и он сказал, «Не отправляйтесь в плавание, потому что путешествие будет очень опасным и обернется бедствием для нас всех и тех, кто поплывет с вами». В «Нью-Йорк Таймс» есть материал о руководителях и о бедствиях. Психологи и историки утверждают, что во время бед лидер должен говорить доверительным тоном и рассказывать, что делать для обеспечения безопасности. Ему необходимо говорить об общих потерях, помня о гневе слушателей. Павел начинает рассказывать о том, что будет. Будут большие потери, но нам удастся найти выход из положения. Нам нужна прозорливость. Во-вторых, нам нужна смелость. Апостол Павел был смел, потому что он нашел Господа посреди бури. В 27-й главе апостол Павел сказал, «Но сейчас ободритесь». Он обратился к кузникам и к тем, кто на корабле. «Никто не погибнет, но корабль разобьется. Ночью мне явился ангел Бога, которому я принадлежу». Он сказал мне, «Павел, не бойся. Ты должен предстать перед кесарем, и Бог по своей милости даровал жизнь и всем, кто плывет с тобой». Он проявил уверенность и смелость среди шторм. Смотрите, апостолу Павлу удалось вселить смелость в тех, кто был с ним на корабле. Как он набрался смелости? Как ему удалось убедить людей посреди бури, с которой он столкнулся, и ободрить остальных? Дело в том, что его ободрил Бог. Когда Господь Бог дает вам откровение, то вы можете опереться на это откровение даже среди бурь и штормов. Откровение — это твердая скала и источник уверенности. Оно наделяет нас смелостью. Если вы проходите сквозь шторм, то верьте Богу. Когда Павел столкнулся с ужасающим штормом в Средиземном море, он молился, Бог ответил ему, и он исполнился смелости. Много лет назад премьер-министр Англии Уинстон Черчилль проходил через ужасный шторм. Нацисты напали на Великобританию. В небе происходило сражение за Лондон. Это было ужасное время. Гитлер поднялся против Европы. Восточная союзница Германии и Япония также перешла в наступление. Поэтому Сингапур пал в 1942-м. Когда он пал, церковь осознала, что у войны граница фронта не только в Европе, но и в Азии. Может статься так, что грядущее человечество будет зависеть от нас. Мы не проиграли до сих пор и не проиграем теперь. Давайте вместе двинемся навстречу шторму и пройдем его. Если вы проходите через шторм, то поднимите голову. Бог даст вам слово. Вы пройдете через шторм. Воды не затопят вас. Бог пойдет с вами через шторм, и Он поможет вам. Научитесь понимать сезоны. И будьте смелы. Я скоро вернусь, чтобы продолжить учить о том, что мы рождены для бури и о том, как нам выстоять. Один из штормов, поднявшихся на поколение Z, это расизм. Даже после гражданской войны против рабства и отмены закона о расовой сегрегации, в США все еще были сообщества, страдавшие от оставшихся расовых предрассудков. В остальных странах день за днем наблюдаются проявления расизма, геноцид и совершаются убийства. Поэтому поколение Z борется. Оно борется с целью свергнуть расизм и продвигает идею принятия каждого. Но это всего лишь одна из многих проблем общества, которой требуется контроль поколения Z. Социализм, либертарианство и альтруизм привлекают нас, когда встает вопрос о заботе о пожилых, но они несовместимы. Феминизм, который поддерживают и мужчины, и женщины, оказывает давление на сексизм, эгоизм, поклонение статусу, гидонизм, тоталитаризм и теизм. Он борется за контроль над ценностями. В самом центре шторма есть отношение между Богом и людьми. Атеизм утверждает, что Бога нет. Завоюет ли он пальму первенства? А есть и агностицизм. Это мнение о том, что Бог есть, но его нельзя познать. Древние христиане верили в активизм, согласно которому Бог действует в мире. Это оптимальный путь. Сейчас появился эготеизм, утверждающий, что каждый человек — это маленький Бог. В истории редко всплывало столько вредоносных измов одновременно. То, как поколение Z отреагирует на эти штормы, окажет воздействие на будущее. Сегодня мы говорим о штормах в нашей судьбе. И о том, как поколение Z и мы были рождены для таких житейских бурь. По часу на нас приходит столь мощный шторм, что у нас остается только держаться за Бога. Павел верил им. В первой части учения я говорил о двух важных качествах, проявленных Павлом во время шторма. Первое — это прозорливость. Откуда пришел шторм? Что случилось? Второе качество — это смелость. Он смело встретил новость о буре, Бог дал ему откровение. Я рассмотрю другие качества, которые превратили Павла и Зузника в лидера. Третье качество — это твердость. Павел сказал сотнику, если они не останутся на корабле, то вам не спастись. Солдаты перерубили канаты, и лодка упала в море. Корабль плыл по направлению к Мальте. Корабельщики решили убежать и добраться до берега. Павел выступил вперед. Он был заключенным, и он приказал им остаться на судне. Человек, который был заключенным и не играл никакой роли на корабле, становится лидером. Он решителен, и он услышал Господа Иисуса и понимает время. Четвертое качество Павла — это покой и мир. У него было откровение о том, что Бог всевластен. Вот что он сказал. «Советую вам поесть, и это поможет вам спастись. Ни у кого и волос с головы не упадет». Павел взял хлеб, поблагодарил за него Бога перед всеми, разломил и стал есть. Апостол хранил спокойствие среди шторм. «Шторм поднялся над вами, но не позвольте ему поселиться в вашей душе». Несколько веков назад Джон Уэсли плыл из колонии Джорджия, будущих США, обратно на родную землю Вангрии. Во время плавания по океану начался крупный шторм. Уэсли испугался. Он не был уверен в том, что он спасен. Он не знал наверняка, что он пойдет в рай. В ту ночь он очень нервничал. Он вышел на палубу во время шторма, волны били в корабль, шел ливень, сверкали молнии и гремел гром. На палубе стояли маравские миссионеры и пели гимны Господу Богу охотно и с благодатью. В то время Уэсли понял, что у маравских братьев есть мир среди бури, а у него его нет. Возвратившись в Англию, он получает откровение от Господа, после которого он чувствует теплоту в сердце. Он примирился с Богом через Иисуса среди маравцев. «Если вы примирились с Богом, то вы пройдете шторм». Иисус сказал, что у нас будут скорби. «Но мужайтесь, я победил мир». «Если вы доверились Христу, то у вас будет покой на душе, когда придет ветер и дождь». Четвертое качество Павла — это внутренний покой. Следующее качество — это твердость. Волны захлестывали корабль, и он сел на мель. Все из тех, кто не умел плавать, начали спасаться на досках. Вскоре после пророчества Павла все добрались до берега. Никто из людей не погиб. Это было сложно. Буря продолжалась две недели, дул порывистый ветер. Потом они оказались на незнакомом острове среди варваров, которые не понимали их. Они решили развести костер. Павел набрал хвороста и укладывал его. Поэтому неожиданно змея, согревшаяся в это зимнее время в ветках и разбуженная апостолом, выйдя от жара, повисла на его руке. Сейчас он умрет от укуса змеи. Что говорит слово? Когда островитяне увидели, что с руки Павла свисает змея, они сказали, «Он убийца. Он спасся из моря, но богиня возмездия не позволила ему жить». Но Павел стряхнул змею в огонь, и она не причинила ему никакого вреда. Павел был прозорливым и отважным. Он был твердым и обладал покоем и миром. Он был несгибаемым в шторме, в холоде и во время дождя. Его укусила змея. Он стряхнул ее и продолжил служить с Богом. Несгибаемость является насущным качеством для всех наших поколений, особенно для поколения Z. Несгибаемость сродни упругости. Когда предмет растягивают или бьют по нему, он принимает исходную форму. Шторм испытал Павла и тех, кто был с ним. Затем апостол расправил плечи и продолжил пуц. Вот последнее качество, благодаря которому узник стал лидером. Сила позволила ему сделать бурю ступенью к успеху. Читаем из деяний. Отец Публия был болен и лежал в постели. У него был жар и дизентерия. Павел вошел к нему и помолился. Возложил руки и исцелил. Когда народ это увидел, то все больные стали приходить и исцелялись. Посреди хаоса, морского шторма, кораблекрушения. Апостол Павел несет служение исцеления на Мальте. По сути дела, Бог действует через узника Павла и обращает бурю на море во благо. Весь остров исцеляется. Моя мысль состоит в следующем. Каким бы интенсивным ни был ваш шторм, Бог поможет вам, Он сделает вас дальновидным и даст мир. Он даст вам смелость, силу и несгибаемость, и вы победите. Он сделает вас твердым и поможет сделать верный выбор благодаря силе Святого Духа, пребывающей вас. Павел исцелял среди шторма. Шторм становится ступенью к успеху. Когда апостолы оказались посреди Галилейского моря, пришел сильный шторм. Волны качали лодку и дул ветер. Иисус стоял на горе и наблюдал за морем и молился. Под утро Иисус Христос пошел по морю навстречу апостолам. Иисус Христос пошел по морю неподалеку от лодки с учениками. Они испугались, подумав, что это призрак. Иисус сказал, «Это я, не бойтесь, я с вами даже среди бури. Я над бурей, и она не повредит мне». Петр встал к краю лодки и сказал, «Если это ты, то вели мне прийти к тебе». Хорошо, приди. Петр переступает через борт на несколько секунд. Шторм — это повод живому Господу Богу явить свою силу и могущество. Потом он начал смотреть на волны, заволновался, начал тонуть, но Иисус спас его. Если вы поймете, что ваш житейский шторм — это возможность провозгласить о Божьей доброте и благодати другим людям, то вы победите. Павел покинул Кесарию как кузник, а когда он высадился на Мальте, то стал лидером. В чем разница в том, как апостол вел себя посреди шторма? Возможно, ваш сегодняшний шторм причиняет вам боль. Вы рождены для него. Бог с вами и поможет вам. Вы победите. У вас есть сила от Бога. Доверьтесь Его слову и превратите шторм в победу. В 1918 году на планете появился новый убийца. Это был испанский гриб. Испанка свирепствовала в городах и на военных базах. Смерть настигала одних мгновенно, а другие дожидались своей смерти днями. По сообщению Чикагской газеты, у нас не было времени лечить их и даже измерить давление. Школы закрыты, бокалейные магазины пусты, собрания запрещены. В странах не хватало гробов. К 1919 году вирусом заразилось четверть населения Земли, лишив жизни 50 миллионов. Это на 30 миллионов больше, чем жертвы войны. Историк и профессор Дэниел Истрик размышляет, как же именно пандемия испанки повлияла на церковь в далеком 1919 году. Давайте послушаем его изыскание. Когда церкви и служения исцеляющих проповедников испытали влияние испанки, то пасторам пришлось принять это, закрыть церкви и поощрять христиан молиться по дому. Когда больницы были переполнены, церкви впустили больных к себе в здание. Многие служители умерли, заразившись. Все хвалили их за сострадание в служении. Есть история победы, когда супруга главы одной из динаминаций заразилась испанкой, но община молилась, и она чудесно исцелилась. Церковь проявила активность, чтобы люди увидели, что она есть, и заботятся о ней. Они молились и ободряли друг друга. Бог делал чудеса. Иногда они плакали вместе. Бог, несмотря ни на что, был с ними. В 2020 году пандемия закрыла церковь по всему миру. Церковь приложила больше усилий для достижения мира через интернет и обеспечивала помощь во время кризиса. Это становится обычным. Бог открывает границы. Появились новые пути для проповеди Евангелия. Мы видим рост благовестия. Домашние группы выросли благодаря конференциям Zoom. 25 апреля мы вышли онлайн. Нас посмотрело более трех миллионов людей. Мы зарегистрировали 7 тысяч свидетельств о принятии спасения. Наши местные католики объединились с евангеликами для раздачи миллиона коробок с пищей и с материалами для уборки и медикаментами тем, кто нуждается в них. У многих нет документов. Латиноамериканская церковь выросла. Теперь мы можем восполнять основные потребности жителей городских центров Америки. Мы приготовили крупные пожертвования, потому что людей не интересует, что скажет церковь, пока они не увидят ее практическое служение, заботу и любовь о людях. Они стали больше уважать нас. Дополнительные отчеты о том, как церковь отреагировала на кризис, есть на нашем сайте. Вы проходите через шторм и не знаете, что делать? Кажется, он приходит из ниоткуда. Апостол Павел прошел через шторм на море. Все выглядело хорошо, когда они отплыли, но потом их накрыл северо-восточный шторм, который стал полной неожиданностью. Бог явил себя среди шторма и дал откровение апостолу, и я молюсь о слове для вас лично. Возможно, он говорит с вами через эту программу о вашем шторме. Вы родились для него. Пусть шторм станет платформой для благодати и славы. Ободритесь, ведь Бог с вами. Воды не потопят вас. Бог обещал, если ты пойдешь через огонь, то он не опалит цемь. Вы выйдете из него. Ободритесь, ведь Бог с вами. Напишите нам и расскажите о том, что Бог делает для вас. Мы получаем электронные письма на сайте worldimpact.tv. Помните, каким бы страшным ни казался шторм, вы рождены для него. Бог с вами, и он поможет вам. Я очень рад, что вы смотрели «Мировое влияние». Мы в новой студии, и мы говорим миру об Иисусе. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном, президентом Университета Орла Робертса, всемирно известного христианского университета в Талсе, штат Оклахома. Узнайте на нашем сайте, как получить диплом по одной из 65 профильных дисциплин «Стационар». Получите более подробную информацию об этом и других запланированных мероприятиях на веб-сайте, который указан на ваших экранах. В эти месяцы люди столкнулись с самым большим испытанием в своей жизни. Сейчас мы, как глобальное сообщество, выходим на связь чаще, чем прежде. Мы сотрудничаем друг с другом, чтобы создать пути для будущего. Мы поощряем наших студентов, которые встретили это испытание и не позволили обстоятельствам остановить их на пути. Университет внедрил новые методы обучения, и теперь у нас есть онлайн-занятия. Несмотря на эти перемены, наши руководители готовы принять новые условия обучения во время пандемии. Несмотря на неопределенность развития мира, мы убеждены в том, что наш университет выпускает успешных лидеров. Нас не пугают перемена формата преподавания, и наша цель осталась прежней. Если вы ищете новый путь для нового дня, то зайдите на наш сайт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok